Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода из закрепления на наши территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Среди личного состава около 60%, по бронетехнике свыше 50%. Две с половиной тысячи! Две с половиной тысячи! Вы вообще можете себе это представить? Две с половиной тысячи! Это очень много! Две с половиной тысячи солдат! 75 единиц техники, из которых убита уничтоженность техники 50%. Что такое 50% уничтоженной техники от 75% я не до конца понимаю? Типа 37,5% или что за половина? У какого-то БМП половину отхреначили, а половина нормально домой уехала? Как это выглядело? Ну неважно. Хрен с этими подсчетами. Я в математике тоже не силен, в конце концов. Но где это все? Где? Это Владимир Путин рассказал 15 числа. То есть это на самом деле, судя по всему, как раз подведение итогов за 12 и 14, то есть за три дня. То есть сейчас к 16, когда мы с вами это обсуждаем, уже должно быть там еще больше. То есть продолжаются же бои, продолжаются атаки. Там уже не 2 500 принимают участие. Я уже не знаю, 5 тысяч сколько? Сколько там? 10, 100, 15 миллиард? 1500 потерь? 500 убитыми? Это что? Это где? Ладно, хорошо, черт с ними, с людьми. Они все попрятаны. Ну, окей, я допускаю, что РДК и Легион Свободы России получили технологию абсолютной невидимости. Все остальные невидимки. Но с техникой что? Тоже полная невидимость? Где эти 37,5 единиц техники уничтожены? Можно посмотреть? Почему их прячут? Причем Z-каналы каждый день, каждый день на протяжении всех пяти дней, которые это идет, продолжают рассказывать каждый день. Ну, вот сейчас, 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 сейчас мы опубликуем. Вы скажете, Майкл, ну, значит, все хорошо у РДК и у ЛСР, и они там все вообще там расхреначили в Белгородской и Курской области? Да не особо. В том смысле, что, ну, мы не видим до сих пор и с их стороны каких-то там видеозаписей, даже вот эта история с белым флагом или не белым флагом, это выложено не этими подразделениями. С их стороны мы тоже не видим большого количества видео, которое бы подтверждало, там, я не знаю, занятия Теткина, или там занятия Козинки, или еще что-нибудь. Мы этого всего не видим. Вы скажете, ну, и не должны, конспирация и все такое, ну, слушайте, но РДК и ЛСР же постоянно обращаются и говорят, вот, распространяйте нашу информацию. Я готов, ну, вы дайте эту информацию. По итогу, что можно сказать вот до нынешнего момента, до того, как я покажу следующие кадры, что идут бои, бои идут, не прекращаются, накаты идут, никаких нам не показывают Сау-Цезарь, которые якобы уничтожили у этих ДРГ, не показывают там 70, а, извините, 37,5 единиц техники, которые уничтожены, не показывают горы трупов. То есть, российская страна явно врет. ДРГ не врут. Почему? Потому что ничего не утверждают. Ну, то есть, а какого-то объективного анализа от военных аналитиков тоже нет. Знаете почему? Потому что нет информации. Что анализировать? Ну, то есть, мы не видим ничего. Источников с украинской стороны, которые обычно бывают, там, украинские правы, например, тоже ничего не видно. Ну, то есть, ГУР тоже ничего не заявляет. Что происходит, понять невозможно. Rush Today, единственный, наверное, кто дали какие-то странные кадры того, как, значит, в Белгородской области якобы люди вот в панике там заправку уезжают, потому что сама Rush Today дала. Но тоже непонятно, насколько это масштабно, насколько это не масштабно. В общем, по тому, что рассказывается, мы, во-первых, не видим с вами самую большую вообще мясорубку на российской территории за все время войны. Но, во-вторых, видимо, и не увидим, как бы, наверное. Вот что 16-го уже числа написал Пегов про то, что происходило 15-го. На Харьковском и Сумском направлениях ВСУ, так он называет, значит, там, где Белгородская и Курская области, весь день наносили удары средствами дальнего поражения по территории Курской и Белгородской областей. Основная активность разворачивалась в районе Теткина и Сподарюшина. Это вот как раз Белгородская область Сподарюшина и Тетка на Курская. Стоит отметить, что после неудачных попыток прорваться к границе большими силами ВСУ вновь перешли на атаки малыми группами, прощупывая нашу оборону. Параллельно авиации и артиллерии вооруженных сил России уничтожают перемещающуюся технику и личный состав противника, который, вероятно, подтягивает новые силы для очередного крупного наката, заключает Пегов. Говорит ли Пегов правду? Понятия не имею, скорее всего, нет, как и все задвоенкоры, они постоянно врут. Но что говорит Пегов? Он подтверждает, что бои продолжаются. Он подтверждает, что подтягивают новые силы, что ничего еще не закончено. Это при том, что Путин утверждает, что там уже полторы тысячи, значит, потерь. При этом у самой российской страны потерь практически нет. Гладков заявил об одном теробороневце. Но на самом деле здесь на сцену вступает РДК, вступает уже сегодня, опубликовывая видос минувшей ночи, очевидно. И они выкладывают большое видео, где обращаются к Гладкову. Пользуясь случаем, хочу обратиться к господину Гладкову. Господин Гладков, снова мы с вами практически бок о бок находимся на подшефной вам территории Белгородской области. В прошлый раз вы так и не нашли в себе мужества, чтобы прийти и забрать пленных. Возможно, в этот раз вы сможете собрать свою волю в кулак, соберете храбрость и придете все-таки, наконец, со мной пообщаться и забрать пару пленных. До встречи. Фейк, скажете вы? Ну как фейк одного из пленных? Алексея Колобова показали на камеру, и его мать подтвердила Астрии, что он в плену. Женщина сказала, что ее сын служит по контракту. В прошлом году истек его срок, его контракта со службы, его не отпустили. То есть, действительно, там есть военнопленные. Есть ли там 25 военнопленных? Вопрос. Ну, может быть, они там, не знаю, сами сели передел. Ну, лица замазаны. Зачем замазаны? Хрен его знает. Но замазаны. Поэтому подтвердить 20 пленных мы не можем. Но хотя бы один. Один уже показывает, что были какие-то успехи, были какие-то захваты, о которых молчит российская сторона. По итогу, к сегодня, к 16 марта, к субботе, мы с вами имеем что? Мы имеем самую большую операцию по прорыву на российскую территорию за все два года войны. Она идет уже пять дней. Войны не прекращаются. Есть потери с обеих сторон в технике. Потери с обеих сторон в людях. И есть пленные, как минимум, у, собственно, ДРГшников. Есть ли пленные в российской стране? Я думаю, на 99% можно сказать нет, потому что они бы сразу показали. Видите, в чем специфика и чем меня больше всего раздражает этот пятидневный кардебалет с российской стороны? Тем, что я привык к тому, что Россия и Z-каналы, если есть хоть крупица, правда, сразу показывает все, что есть. Мы это видели, в том числе и за эти дни, вот 14-го числа, как раз, когда появились скриншоты в канале Поддубного и с лежащими людьми с вот этой техникой. Казалось, что это из видео Минобороны, которое было опубликовано чуть позже, через полчаса, через час. То есть все, все, что есть, сразу по всем каналам они вываливают. Такова их тактика. Потому что им никто не верит. Им нужны, ну, видеодоказательства. Поэтому все эти рассказы про полторы тысячи потери с украинской стороны, со стороны украинской ДРГ. Давайте тоже проговорим, что, ну, я не верю, что ДРГ в большом количестве могут автономно как-то существовать и участвовать в этих операциях. То есть не факт, что среди них есть ВСУшники, но наверняка и РДК, и Легион Свободы России, они свои операции согласовывали с Буром, например. То есть мне сложно поверить, что если там большое количество, там несколько сотен людей, которые берут технику и едут, значит, мы едем освобождать Россию. Ну, сложно мне это представить, извините за мой скепсис. По итогу, вот у нас есть пять дней, где продолжаются все еще бои. Россия не может полностью уничтожить наступающих на российскую территорию ДРГшников. И в этом, ну, не то чтобы признается, но Владимир Путин отмечает, что это существует. То есть это фон, который идет на выборах. Выборы сами по себе не очень важны, выборы в кавычках. Вот это голосование не имеет какого-то принципиального значения. Но, тем не менее, фон во время них демонстрирует, что не все так стабильно, не все так под контролем Владимира Путина, как бы он хотел. И то, что это в принципе комментирует Путин, говорит о том, что масштаб этих проникновений в Курскую и Белгородскую области довольно высок. Продолжение следует...